В Украине завтра возобновится выдача разрешений на оружие. 18 марта возобновится процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Соответствующая служба, несмотря на нахождение в процессе реорганизации, продолжает работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель национальной полиции Игорь Клименко. Он отметил, что все работники подразделений разрешительной службы на период переформатирования выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности. Важно, срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться во время перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешение на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет, успокоил владельцев оружие Клименко. Полиция пока нарабатывает алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. В ближайших планах полиции передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. По словам председателя нацполиции, весь документооборот будет осуществляться через электронную базу, что сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей во время этого процесса. Кроме того, создается единая база данных зарегистрированного оружия. Скажу откровенно, нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро, пообещал Клименко. Напомним, Национальная полиция Украины расформировала разрешительную службу, которая выдает разрешение на оружие. Причина – масштабная коррупционная схема. Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, более полугода проводилась внутренняя проверка. По ее результатам разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, нарезного, гладкоствольного и травматов, для отстрела резиновых пуль.